Неужели я не должна расстраиваться, когда моя кошка переезжает в другой дом, в чужую семью? Неужели я должна смириться с тем, что моя кошка будет жить у других чужих людей? И она начинает психовать и драть просто с дикой злостью, все! И похоже, мне придется пойти на крайние меры. Привет, я Энни Мэджик. И пока мои песики греются в первых лучах весеннего солнышка, Мы с Кейс и Алисой поздравляем вас с первым днем весны И всех котиков и их хозяев с российским днем кошек, потому что сегодня 1 марта И у меня для вас есть кое-какая секретная информация, которую вы узнаете самыми первыми И поэтому сможете получить подарки В честь этого праздника зол-магазин подшоп.ру сегодня на своем сайте запустил колесо фортуны И вы можете пойти и испытать удачу со своим котиком Ну, я думаю, вам не надо объяснять, что такое колесо фортуны И вы все знаете, как им пользоваться, да? Крутишь колесо, выигрываешь призы Но эта акция у них проходит именно пока длится праздник То есть с 1 марта сегодня, с часу дня по 2 марта до 13.00 То есть у вас есть ровно одни сутки Так что как только досмотрите этот ролик до конца, пойдете вниз под видео Я там для вас оставлю ссылку на Pet Shop.ru Раскручиваете колесо и выигрываете призы Можно выиграть скидки на классные товары для котиков Бонусы Pet Shop и подарочные сертификаты, на которые можно что-нибудь купить Так что испытывайте удачу обязательно Ну, а я сегодня в честь праздника решила рассказать последние новости о своей кисе Алисе Я уже делала 30 фактов о ней полтора года назад И сегодня вы узнаете очень много нового и самое главное важного Погнали! Факт номер один это то, что киса Алиса вообще не агрессивная кошка И совсем вот никогда не выпускает когти, не царапается Почему для меня это интересно? Потому что я очень часто, когда бывала в гостях, мне говорили, например Ходи аккуратнее, а то у нас кошка бешеная из-под дивана вылезет и вцепится тебе в ногу Или когда я общаюсь с какими-то людьми, я вижу, что у них истарапаны руки И они говорят, ну у меня кошка как бы, Алис Единственный раз в жизни, когда она меня поцарапала И то это было случайностью, когда я ее мыла И она еще не была приучена к воде так хорошо, как сейчас, например Ей не нравится, но она терпит Она от страха воды стала залазить вот так вот мне на плечо И вцепилась в кофту, немножко поцарапав мне руку Но в целом она вообще не царапается ни при каких условиях, ни при каких процедурах, ни в каких играх Да, вкусняшечка Напишите, кстати, в комментариях, если у вас есть кошка, совпали ли мои факты с поведением вашей кошки Будет очень интересно почитать, можете прям по пунктам Первое так же, второе не так, а вот так и так далее И второе это то, что киса Алиса иногда пьет воду из унитаза, а иногда из раковины Это было для меня прям шоком Некоторые скажут, что это нормально, но она моя первая, по сути, вот кошка И я очень удивилась Кто-то напишет, что дело в миске, дело в воде и так далее Нет, все правильно, я знаю, что кошкам нужна вот такая вот плоская и широкая миска, невысокая Чтоб там была всегда свежая вода и так далее Все это у нее есть Все равно иногда пьет из унитаза И поэтому сейчас я стараюсь держать крышки закрытыми везде Третье это то, что киса Алиса при всей своей неагрессивности, любвеобильности в целом Не любит сидеть у меня на ручках Нужно очень долго ее успокаивать, гладить, уговаривать, чтобы она со мной вот тут вот посидела Это практически нереально Единственный случай, когда она это делает сама, сама приходит на ручки Это происходит поздно вечером перед сном в кровати Перед сном она приходит сама, залазит на кровать Я обожаю этот момент, когда можно с ней нормально пообщаться Вот так вот на грудь встает сюда Поурчит и вот тогда позволит себя дискать, гладить, ласкать Это единственные минуты в течение дня, когда вот прям мы вместе И она на ручках Четвертое это то, что я учу кису Алису командам Например, давать лапу перед едой Молодец Вы же мне и подарили книгу «Дрессируем кошку за 10 минут» Алис, иди сюда, иди ко мне Молодец, иди ко мне Любишь эту книжку, а? Кстати, если вы хотите такой ролик про то, как я занимаюсь с кисой Алисой Ставьте этому видео лайк И если мы соберем много лайков, то я сниму видео про то, как мы с ней пытаемся заниматься по этой книге Пятое Киса Алиса – разговорчивая кошка, как я это называю И сейчас я вам это докажу Киса Алиса, привет! Алиса, Алиса, как дела? Привет! Кто не понял, это, конечно же, была шутка Но на самом деле, в зависимости от настроения, она мяукает И если ей начать что-то говорить в ответ, она тоже начинает отвечать И выглядит это реально, как диалог, очень прикольно Попроси еще раз Иди Алис, что Алис? Что? Алиса? Еще один очень интересный факт Это когда в нашем инстаграме Кстати, сейчас у нас в инстаграме проходит гивэвэй с подарками для вас Он длится до 4 марта, поэтому обязательно поучаствуйте и выиграйте что-нибудь Я сама их лично отправляю со своим автографом по почте вам В общем, когда я вешаю фотку у Алисы в инстаграме Очень часто я в комментариях вижу вопрос Почему на некоторых фотографиях у Кисы Алисы глаза зеленые А на некоторых ярко-желтые Как так? Что вообще происходит? Но на самом деле это так и есть У нее в разных освещениях, в разные моменты жизни В разных состояниях эмоциональных Глаза разного цвета То есть в какой-то момент они просто такие бледно-бледно-зеленые В какой-то момент они ярко-ярко-желтые Или ярко-зеленые То есть как будто у нее глаза могут менять цвет Может быть так у многих кошек, я не знаю Седьмой факт это то, что Алиса, видимо, очень любит телек Да, все-таки она иногда ко мне приходит Но не на ручки, а просто рядом Она обожает приходить и лежать рядышком где-нибудь на диване Когда я играю в PlayStation, в игры Вот только я каким-то образом начинаю связываться с телевизором Включая его Алиса тут как тут Или если я смотрю какое-нибудь кино, сериальчик То она обязательно придет тоже смотреть Будет, сядет прям напротив телевизора Будет перекрывать экран Это вот прям норма Но я слышала Такой факт, что многие кошки любят телевизор И даже собаки И существует даже на самом деле радио, музыка И телевидение, самое интересное Телевидение для животных И я хотела на свой канал снять какой-нибудь такой эксперимент Рассказать вообще об этом Следующий факт Алиса обожает сидеть на самом высоком в доме шкафу Я слышала, что кошки любят на холодильнике залазить Но вот на холодильник наш высокий она не залазит Вот именно на этот шкаф Алиса, ты уже и шкаф шкребешь? Ты что, офигела? Короче, залезла на шкаф И не может слезть, потому что тут едят Вообще известно, что кошки любят сидеть именно на высоких поверхностях Чтобы контролировать ситуацию, видеть все вокруг И именно поэтому я подумала, что надо ей купить какую-нибудь гигантскую такую когтеточку домик То есть не стандартную 1-2 этажа, как обычно было у нас И мы покупали А вот реально огромные такие бывают Высотой со шкафа, с кучей вот этих вот всех штук Мне кажется, ей это очень понравится Особенно в последнее время, потому что не любит общаться с собаками Она залезет туда наверх и будет там полдня сидеть Ну посиди ты со мной хоть одну минуту Сейчас же такой важный факт Девятое И самое, наверное, важное, чем я хотела бы поделиться с вами О кисе Алисе Дело в том, что мы живем в загородном доме И киса Алиса, она просто сходит с ума Когда я не выпускаю ее на улицу Я даже об этом ролик снимала отдельный Как она рвет и мечет, орет, обижается Потому что, ну, она уже познала, что такое улица Очень любит гулять Ловить мышей Ходить со мной в лес, как собака прям Лазить по деревьям И если раньше она уходила за территорию дома под забором То теперь мы заделали все дыры Но она нашла другой способ Она каким-то образом умудряется очень высоко запрыгнуть на ворота И какое-то время она просто сидела с них, смотрела А теперь она просто уходит туда за ворота Перепрыгивает Прошу прощения, если кадр по свету сегодня очень сильно меняется Просто я снимаю после обеда И солнце находится вот в окнах И оно то уходит, то заходит И просто мне приходится каждую секунду бегать к камере И перенастраивать ее Это жесть какая-то Если в норме она обычно возвращалась домой Голодная, холодная Кричала, бежала, мяукала Сразу просила кушать Иногда я обнаружила на ней какие-нибудь ранки Каких-нибудь клещей И из-за этого очень сильно беспокоилась Всегда нервничала, мне постоянно в комментариях давали какие-то советы Кстати, совет про ошейник не очень хороший Потому что если надеть на нее ошейник И она где-нибудь на улице, залазя опять на очередное дерево Зацепится этим ошейником за ветку Она может просто удушиться Поэтому это не вариант Предлагали просто ей колокольчик повесить Чтобы звон слышать и сразу ее находить Но когда она уходит за территорию дома Там никакой колокольчик тебе не поможет Ты просто нервничаешь каждый раз И в какой-то момент я успокоилась Потому что она всегда возвращается Хотя все равно не до конца Потому что есть всякие собаки бродячие Которые бегают там И может всякое произойти Я до сих пор беспокоюсь на эту тему Но и не выпускать я ее не могу Потому что мне ее жалко Она так хочет и любит гулять И это просто нереально И вот если в норме, как я сказала Она возвращалась всегда голодная и уставшая И крайне редко не приходила домой ночью То в последнее время Она стала пропадать вообще на несколько дней И мало того, что она не возвращается ночью И я реально жутко паникую Так она еще приходит такая явно не уставшая Выспавшаяся, бодренькая И самое главное С полным животом Она не голодная Этот факт меня очень насторожил И история на этом далеко не заканчивается Не зря видео так называется В какой-то момент она опять пропала на несколько дней И я решила дождаться Светла И идти ее искать в районе Кричать, звать, как обычно Если вы помните ролики Я один раз обнаружила ее на заброшке Но тогда она была вся испуганная Затюханная, пахла плесенью А тут она как будто реально Вот откуда-то из дома пришла Просто решила вернуться Поспать и опять уйти Туда, где она, видимо, отлично проводила время Кстати, до того, как я пошла ее искать снова Когда она пропала на несколько дней Она возвращалась И я ее понюхала И она пахла Вот наверняка вы понимаете О чем я Когда вот есть запах дома Чего-то Запах человека какой-то определенный Вот ты приходишь домой Тут так пахнет Приходишь в гости Там по-другому пахнет И вот она пахла Явно не улицей Не свежестью А чем-то Вот как будто она спала У кого-то дома И вот я ее ищу Ухожу Такая нервничаю Переживаю Расстраиваюсь Мало ли что С ней опять приключилось И произошло И обнаруживаю ее На крыльце У соседей Как-то раз Я уже находила ее Рядом с чужим домом Но другим Другие соседи Там у них нет забора В этих тоже нет забора И она сидит Там такая на крыльце На диванчике На каком-то тряпочке Там такие Спит Такого я конечно Вообще не ожидала Даже в деревне Даже где есть другие жители Даже при том Что кошка моя Может гулять тут Везде вокруг Я слышала Очень много историй И даже в комментариях Писали Когда кот Переехал Там к соседям Живет у них И нам норм И им норм Может быть у кого-то Такое отношение К своим животным Но не у меня Я так не могу Неужели я Не должна расстраиваться Когда моя кошка Переезжает В другой дом В чужую семью Неужели я должна Смириться с тем Что моя кошка Будет жить У других Чужих людей Нет Я не хочу И не могу С этим смириться Я хочу Хочу предпринять Какие-то меры Чтобы подобные Ситуации Не возникали Кто-то скажет Что мол Пусть сама выбирает Где ей жить Но ведь это все равно Животное Она остается животным У нее есть Определенные инстинкты И я хочу попросить Людей Местных Чтобы никто Ни в коем случае Ее не подкармливал Не заманивал Ее едой Потому что Еда Это самое главное Для Животных А я Человек Хозяин Который очень сильно Контролирует Ее питание Как вы знаете До сих пор Не выбрала ей Сухой корм И стараюсь кормить Ее Натуральной пищей Очень полезной А полезная Это далеко Не самое вкусное Как например Мыши В чужих сараях Или рыбка Или сметанка Которую ей Предлагает Кто-нибудь И это очень печально Я сделаю все Чтобы это закончилось И больше Не повторялось К этому факту Мне больше нечего добавить Кроме того Что меня безумно С одной стороны Это злит Что кто-то пытается Ее переманить А с другой стороны Это очень расстраивает Как и следующий Факт От которого Пипец Как меня бомбит Раньше я не зря Называла Кису Алису Котомонстром Потому что Она рушила Все вокруг Она будто бы Не умела передвигаться Этот маленький Котомонстр Разбивал вазы Скидывал стаканы Ронял все Со всех полок Как будто реально Не умела ходить Аккуратно Сейчас С возрастом Она все-таки Этому Научилась Перемещаться Как-то вот Аккуратненько Как и должна делать Грациозная Окошко А не монстр Кисявка Которая рушит Все подряд И если это Закончилось То есть проблема С которой я до сих пор Не могу справиться Ищу всякие Разные способы Это Точить Когти Об мебель Меня не спасло По крайней мере Может я и правда Рукожоп какой-то Но вы видели Сколько Остал Алиса Ты че Только я недавно Сказала Какая ты хорошая кошка И пользуешься Когтиточкой Как ты полезла Кресло Драть Кресло Диваны В частности Новые Очень дорогостоящие Которые Она дерет Своими когтями И при том Что она много Гуляет на улице Лазит по деревьям Любит сидеть на них И точит об них Когти И когда я как-то раз Рассказывала Об этой проблеме Многие мне говорили Купи когтеточку Стоячую Или приделай к стене Чтобы она могла Драть когти Вот так вот Но Вы думаете Дело в этом Это помогает Во-первых Я попробовала И перепробовала Кучу разных Всяких когтеточек И да Действительно Когда мне это писали У меня все когтеточки Находились на полу Но Она дерет И ковры То есть она не дерет Вот так вот Она дерет И вот так вот И в ванной Например есть ковер Который она весь И задрала Она дерет Постоянно Какие-нибудь коврики И полотенца Которые лежат На полу в ванной То есть дело Не только в горизонтальности Или вертикальности Но я заметила Что чаще всего Именно дерет Кресло и диван И она тогда Когда больше всего Бесится По двум причинам Либо нет еды В тарелке Либо она хочет гулять А я ее не выпускаю То есть она походит Поорет я ей говорю Нет Алиса Сегодня ты не пойдешь гулять Хватит И она начинает психовать И драть просто С дикой злостью Все И делает она это так Она подбегает к креслу Дерет его Я так Алиса И она убегает То есть она реально Как будто делает это Тогда когда злится А не просто Чтобы поточить когти Ты когда обижаешься Бешеной становишься Да И похоже Мне придется пойти На крайние меры Я Не очень за Скорее даже против Кошачьей мяты Но видимо мне придется Купить какой-то еще Вариант вертикальной Когтеточки И приучить ее Только к ней При помощи Кошачьей мяты Чтобы все-таки Она эти свои эмоции Выливала Именно на эту Когтеточку А не на кресло И диваны Потому что иначе Она просто Уничтожит всю мебель Хотите Пойдите Посмотрите Предыдущие 30 фактов О ней Там кое-что Другое Переходите По ссылкам На новый ролик На канале Питомцев Мэджик Пэт Поздравляем вас С Киселисой С днем Кошки С весной Участвуйте В колесе фортуны Крутите Призы Выигрывайте И увидимся Скоро в новых роликах Ну и конечно Подписывайтесь на канал Все ссылки в описании Пока